Добрый день, уважаемые радиослушатели, на наших студийных часах 13.08 в эфире на 101.fm программа 5 слов, у микрофона Андрея Усенко. Тема моей программы традиционно сформулирована в пяти словах, звучит она сегодня так, на пути к нормальной жизни. Чуть позже станет ясно, почему я выбрал именно эти слова, а сейчас, чтобы не тратить время на отвлеченные разговоры, сразу перейду к представлению участников нашей программы. Сегодня у меня в гостях Герман Стерлигов и Багир Шарифов. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Обычно перед программой я интересуюсь у своих гостей, как правильно их представить. В этот раз я заранее этого делать не стал и спрошу об этом прямо в эфире. Это будет мой первый вопрос. Багир, вы в каком амплуа предпочитаете сегодня выставить? Всегда в одном и том же, Багир Шарифов. Вот просто так, без представления. Хорошо. Герман, как правильно представить вас? Моя основная работа – это овцевод и пекарь на сегодняшний день. Мы сейчас уже не только разводим овец, а вместе с сыновьями выпекаем хлеб в русской печи без дрожжей. На настоящие закваски, из настоящей муки, которую мелим сами на каменных жерновах прекрасных. А это очень важно, на каких жерновах мелится мука, а там волокна сохраняются муки. И зерно у нас не генномодифицированное, а тоже настоящее, которое выращено в Тульской области, на нашем участке, которое уже отдохнуло от проклятой химизации, от проклятых удобрений всех советского периода, когда разрушилось сельское хозяйство. Слава богу, сейчас уже многие земли отдохнули от этого дела, заросли чепыжником, и на этих землях как раз мы и сеем пшеницу, выкорчевываем. И это отдохнувшие экологические земли. Получается хлеб, ну просто объедение. Кстати, у меня в машине есть буханка. Если бы вот кого-нибудь попросить дойти до водителя, он бы дал буханку, я бы вас угостил хлеб настоящим. И, может быть, это первый бы хлеб, который вы попробовали в своей жизни настоящий. Я думаю, что мы, конечно, не откажемся от такого угощения. С удовольствием мы с ним познакомимся. Ещё раз вернусь к вопросу, значит, овцевод и пекарь. Да, и мы, кстати говоря, думаем сейчас с Багиром, чтобы создать здесь тоже избу с русской печью, где выпекать для небольшого количества кировчан настоящий хлеб. Тем, для кого особенно дороги их дети. Чтобы они кормили их настоящим, душистым, непридуманным учёными, а настоящим хлебом. И так, как создал его буханку. Тогда скажите мне, это всё-таки ваше призвание, ваше ремесло или ваш бизнес сейчас? Мы продаём буханку с моим средним сыном Сергием по 200 рублей за буханку. То есть это бизнес? Да, это бизнес. Это бизнес. И получается, что Сергий у нас зарабатывает 16 тысяч рублей в день. А это ему 11 лет. Это хороший бизнес. Согласен. Это не каждый день работает. То есть только тогда, когда выпекает хлеб. Багир, когда мы в Кирове будем покупать такой хлеб? Ну, раз уж Герман заложил проект, давайте найдём его название. Я предлагаю вечную жизнь. Поскольку то, что мы едим, это то, с чего мы состоим. И это продолжительность нашей жизни. Я думаю, мы продолжим сейчас тему экологии, к которой можно возвращаться вновь, вне зависимости от того, с чего мы начинаем. Когда хлеб-то купим, Багир? Хлеб? Мы не будем его дарить? Я имею в виду, когда вы откроете... Хлебом можно даже взятки давать настоящим хлебом, потому что альтернативы нет. Либо ты получаешь взятку настоящим хлебом, либо идёшь в магазин и покупаешь хлебозаменитель. И поэтому люди даже не ломаются, когда взятки им даёшь хлебом, потому что выбора нет. Я думаю, что он скоро будет на вес золота, и тогда это будет... Это, кстати говоря, замена современной коррупции, потому что берут вот этими бешеными деньгами, фантиками никому не нужны, а так можно реально давать хлебом. Это польза и для взятка дателя, и для взятка брателя, для коррупционера, потому что кормить будет своих детей нормальными продуктами. Потому что что толку вот сейчас даже воровать деньги? Всё, купить нечего. Заходишь в любой магазин, там одна генномодифицированная трава и всякие заменители продуктов. Зачем деньги-то нужны? Так, возвращаемся к тем вопросам, которые я хотел вам задать, иначе нашу программу в сельский час какой-то превратится. Про хлеб Герман всё понял. Услышал про то, что проект «Собираетесь с Багиром здесь реализовать в Кирове». Пожелаю удачи и с удовольствием буду, естественно, пользоваться. Хотелось бы обратиться к радиослушателям, у которых есть ненужная изба с хорошей русской печью. Мы бы её как раз для этого проекта прикупили бы с Багиром. Так, отлично. Обращаться всем к Багиру. Да. Хорошо. Всё-таки вернусь к конве нашего разговора, к тем вопросам, которые я хотел вам задать. Нечасто у нас в городе бывают такие гости, поэтому очень хотелось бы поинтересоваться всё-таки вашим отношением к современным экономическим реалиям, к тому, что происходило раньше, когда вы начинали свой бизнес. Ведь начало вашего частного бизнеса было положено в далёком 88-м. Правда, познакомившись с вашим сайтом, я узнал, что вы рассчитываете летовое числение иначе. По-вашему, летовое числение был 96-й год. Это было создание кооператива, организовавшего концерта, насколько я помню, из того, что я читал. И вдруг через год после этого вы создаёте биржу. Вот мне тогда было немного лет, но я даже сейчас помню рекламу тех лет с милой овчаркой. Овчарка, по-моему, да, была? Кавказская. Кавказская овчарка. Сдохла давно уже. Мало кто тогда знал, что такое биржа, и вместе с тем для многих биржа Алиса осталась определённым символом тех времён, вот начала 90-х годов. Что такое всё-таки была Алиса? Что сподвигло вас на её создание? Чем она была? Ну, прежде всего, вот вы упомянули по летоисчислению, чтобы была ясность. Дело в том, что в 1708 году Пётр I издал указ, в котором написал «Я самодерживаться российски, отныне приказываю считать, что сейчас не 1708 год, а на исходе 1699-й». Подпись, печать, безо всяких объяснений. И с тех пор мы, как бараны, повторяем вот эти глупости про то, что сейчас 2011 год. На самом деле сейчас 2019 год от Рождества Христова и 2020-й от его воплощения. И об этом знает, в общем, весь научный мир. Когда у Шмидта Сигурта Тотыча, корреспондента «Комсомольской правды», не так давно спросили, говорят, а что там Стерлигов говорит, сейчас 2019 год, вы как считаете? Он говорит, ну, об этом все знают, тоже мне открыл Америку Стерлигов. Это знает весь научный мир, это указ Петра I, изменения хронологии. Он говорит, ну и как же? Он говорит, ну как, как. Уже привыкли, всё, живём, чё ж обратно, что ли, менять? Представляете, сколько всего переписывать придётся. То есть, мы живём во вранье, как бы нам ничего особо так и не надо. И это нехорошо. Кроме того, это имеет огромный смысл принципиальный, потому что, если сейчас 2011 год, то всё, что написано в Евангелии, получается неправда. Потому что не мог тогда быть Иисус Христос распят при понтийском Пилате, потому что Пилат к тому времени был отозван в Рим Гаим, не могли волхвы прийти во время Ирода, Ирод к тому времени уже умер, ну и так далее. То есть, ничего не бьётся. И специально это и делалось, изменение хронологии, как антихристианский выпад, сначала в Европе, а потом в России. Это делали еретики, латыняни и Пётр Первый, как верно их пёс смердящий, бритая еретическая сволочь. Это про Петра Первого. А теперь про биржу Алисы. А теперь про биржу Алисы. Это была обычная, просто первая такого рода афёра, которая была в самом конце 80-х, в начале 90-х. Это была первая биржа в стране, поэтому к нам пришло огромное количество людей и стало на нашей площадке заниматься продажами, покупками и так далее. Я даже не знаю, чем они там занимались, честно говоря. Вы просто человек с улицы взяли и создали биржу. Да, я объявил о создании биржи, и поскольку госплан был уже упразднён, как раз вот это был период, и некуда было вообще податься, и тут появилась какая-то биржа. Громкое название, понятное, что площадку, куда надо собираться. У меня собралась чуть не вся страна, все крупнейшие предприятия там и так далее. Потом появилось в течение двух лет тысячи бирж. И мы через два года закрылись, потому что биржи уже стали дискредитировать как название себя, потому что много было аферизма и так далее. Мы как первые открылись, так первые закрылись. Но мультимиллионером в сознании людей вас делала именно Алиса? Да, я за две недели стал мультимиллионером. То есть я за первые две недели заработал 6 миллионов рублей. Из них 2 миллиона отдал банку столичный, Смоленский мне отдал кредит. 2 миллиона. Я отдал через 2 недели его. Или через 3. А остальное было уже чистая прибыль. И дальше я так по 6 миллионов примерно в день зарабатывал. А тогда 6 миллионов рублей, тогда 9 тысячи жигули стоили. Что такое 6 миллионов рублей, Чтобы понятно было Поэтому денег у меня было как у дурака Махорки Нам было по 23 года У нас эти денег было Это никто не знает сколько их было И мы до сих пор не знаем И никто их не считал никогда Это было невозможно Не было счетных машинок А вручную их пересчитать было в принципе невозможно На вес? Да, мы сумками считали Потому что в разных сумках лежали разные купюры И были сумки там вот спортивные Мы одинаковые покупали И примерно одинаковое количество и влезало Закончилась уже эпоха первичного капитала в России? Если закончилась, то когда? Если нет, то... Ну, я вам могу сказать, что я не участвовал в переделе рынка Потому что у меня не было ни комсомольского прошлого Там ни коммунистического Вот нас было несколько человек И мы просто за счет там, ну не знаю, находчивости, решимости Что-то себе оторвали, можно сказать А так передел этот был Это участвовали вполне конкретные семьи Их тысяча семей было, которые в этом участвовали Просто по наследованию прав своих отцов Из Центрального комитета партии и так далее И это главные олигархические капиталы, которые сделаны Они отсюда выросли Исключения есть, такие как Абрамович, допустим Это исключение Но это исключение, которое подтверждает правила Не более того А так в основном это была комсомольская партийная номенклатура Которая плавно просто преобразовала правила игры в другую площадь Сейчас уже стабилизировалась ситуация А передел, он же иногда стабилизируется Потом снова активизируется Да, это называется период застоя Когда все переделили И все, какая-то основная масса остается все время в стороне Все как раз большая часть недовольны Называется застой Говорят, как застой? Нам ничего не досталось? Застой Ничего не делится по новой Люди станут недовольны застоем Раскачивается ситуация Опять начинается в большей или меньшей степени передел Ну, сейчас мы наблюдаем эту картину За дело нового передела Там всякие митинги и прочая ерунда У них много причин, не только этот, у митингов Но я политикой не занимаюсь, а вне политики Лучше давайте поговорим по экономикам Короткая тогда ремарка Вы считаете, что происходит серьезно это или так? Легкие волнения Это попытка свержения Владимира Владимировича Путина Потому что он перестал устраивать Государственный департамент Соединенных Штатов Америки То есть вы его же мнение разделяете по этому поводу? Ну, это даже не мнение Это как бы очевидные вещи Там дело в чем? Дело в том, что реально государственный департамент США Возмущен коррупцией Это реально так А коррупция, она бывает двух видов Бывает коррупция вредная для людей Это когда там менты, врачи взятки берут, учителя и так далее Это возмутительная коррупция, с которой надо бороться А бывает необычайно полезная коррупция Это когда нам сюда закачивают сотни миллиардов долларов Для того, чтобы мы строили здесь сотни химических предприятий Атомных электростанций и так далее Чтобы выводить их с Европы и США И для того, чтобы здесь размещать все эти вещи Которые не хотят иметь у себя цивилизованные страны А эти деньги разворовываются И вот они разворовываются уже 20 лет Уже под триллион вели кэша Все разворовывается и выводится обратно И это коррупция возмущает Госдеп США Но для нас-то это герои невидимого фронта Для нас-то это люди, которые Обезопасили нашу землю от гибели буквально От химического, радиоактивного и прочего заражения чудовищного С которым современная экология не сравнится Мы сейчас в шоколаде, по сравнению с тем, что могло бы быть Если бы не те самые коррупционеры Которые рисковали своей жизнью Здоровьем, свободой Но все-таки спасли нашу землю реально от гибели От экологического коллапса То есть вот они неизвестные герои России Да, и я вас уверяю, вы напрасно улыбаетесь Пройдет время, и мы будем почетную прямо доски вешать этих людей С их фотографиями, тех людей, которые спасли наших детей От уничтожения, физического, экологического уничтожения Это огромное благо И поэтому Госдеп США возмущен этим Им денег не жалко, они еще напечатают Они же сами их печатают, эти фантики сколько хотят Но время-то уходит Прошло 20 лет, ВОЗ и ныне там У нас даже камеры, которые везде устанавливаются Для того, чтобы превратить нас в такой нормальный концлагерь И те не работают, потому что все разворовывается То есть вообще кирдык Путин не устраивает И поэтому его хотят скинуть Ну и скидывают его каким образом? Требуют там честных выборов и так далее Ну какой дурак может требовать честных выборов? Ну где, когда были честные выборы? Ну хоть где-нибудь, когда-нибудь они были? Их быть не может, как не может быть розового слона Нужно либо требовать, чтобы выборов вообще не было И было наследственное право Либо удовлетвориться тем, что они нечестные Коррупция благо для России выходит? Да, крупная коррупция это безусловное благо А мелкая коррупция типа ментов-гоишников Это безусловный вред Багир При этом не важно, чтобы окружающая меня среда Жила на достаточно высоком уровне Чтобы социальный уровень в нашей стране Как минимум хотя бы Я не говорю о хлебе насущном Обеспечивал безопасность тем, так сказать Представителям олигархических кругов Если не назвать как-то, так сказать, иначе Вот как минимум, как вариант Дайте жить всем Меня не беспокоят богатые, меня бедные беспокоят А коррупция это благо для России или нет? С точки зрения экологической? С точки зрения экологической Большая коррупция Да я бы вообще хотел, чтобы не было порока и корысти Даже если мы через что-то подобное приходим во благо Ну не знаю, значит это путь, наверное, не прямое через одно место Тогда Для меня тоже достаточно странно Хорошо Я бы все-таки хотел вернуться к тому разговору Который вы частично затронули О инфляции, о вбросе денег Я знаю, что у вас был проект Введения золота в качестве средств расчетов Вводили свою денежную единицу Я ее ввел Вы ее ввели Насколько она используется? Каков опыт ее использования? Каковы ее перспективы? Я ввел свою денежную единицу Для чего она используется? Вот у меня с собой даже есть золотая монета Посмотрите Это редкость На самом деле Мы перечеканили на госзнаки их Да, действительно Одна тройская унция чистого золота Мы делали это для того, чтобы эту идею внедрить в мозг руководителей различных стран То есть создавали игрушечный механизм антикризиса расчета товарного центра Где показывали, что все товары можно проводить через золото Без использования долларов и евро То есть через сделки мены, через бартер Но через золото То есть весь бартер через золото Потому что золото во всем мире был товар И поэтому сделка мены, бартерная сделка Возможно была во всем мире и в межгосударственных расчетах в том числе То есть выключаем доллары и евро И все проводим через мены с золотом То есть то, как это было несколько веков назад По сути продажа за золото Ну всего лишь 100 лет назад И мы вот этот механизм игрушечный Вместе с монетками, которые начеканили и так далее Мы делали в России и в разных странах мира Открыли кучу подразделений И стратили огромные деньги Я стратил своих 30 миллионов евро с лишним На то, чтобы распропагандировать эту идею Через все без исключения крупные средства массовой информации Электронные и газетные и радио в мире И ушло у меня на это два года Я уже думал, что ничего не получилось Как Соединенные Штаты взяли это на вооружение И 3 июля сего года В штате Юта начались золотые и серебряные расчеты В Виржине и Южной Каролины Сейчас выходит золото и серебро Еще один из штатов США в очереди Швейцария заявила о введении золотого франка швейцарского Китай заявила о введении золотого юаня И Россия сейчас, создавая таможенный союз Когда говорит о наднациональной валюте Таможенного союза Речь идет о золотом и серебряном стандарте И поэтому в июле мы прекратили нашу деятельность 24 июля сразу после указа президента США Барака Обамы О выведении золота из оборота На территории США То есть золото перестало быть товаром 24 июля сего года в США И стало деньгами И об этом как никто не пишет из экономистов С этой минуты мы уже считаем Что мы свою деятельность закончили И этой деятельностью занялись правительством мира Причем крупнейших стран Свою функцию вы выполнили Полностью А делали мы это для того, чтобы предотвратить Ядерные локальные конфликты Которые назревали между Ираном и Израилем Между Индией и Пакистаном Если вы обратили внимание То 2 года Вообще об Иране и Израиле слышно ничего не было Последние 3 недели начались опять разговоры об Иране и Израиле Ну 3 месяца я бы сказал Скорее Ну не будем спорить Там 3 месяца, 2 месяца Ну последнее время только А до этого 2 года был перерыв И 2 года был перерыв именно в связи с тем Что пошел другой тренд Выход в золото и через это обрушение доллара А локальные конфликты В частности между Ираном и Израилем Нужен только как форс-мажор Для обрушения долларовой пирамиды и пирамиды евро Кому это надо? Ротшильдам, Рокфеллером, Бернанке и Баффету То есть тем ребятам, которые делали эти пирамиды Для того, чтобы начать строительство новой пирамиды Нужно плавно, не по своей вине, не по своей инициативе Обнулить все долги То есть это просто списание долгов? Да, для этого нужен внешний повод Был, партия ястребов США Предлагала внешний повод Это локальные конфликты ядерные А я предлагал введение золотого стандарта Как внешний повод Начало межгосударственных расчетов Между третьими странами Типа России, Китая, Турции И тем самым повод для выхода Из долларовой пирамиды обрушения Но обрушить ее нельзя без того, чтобы вывести население США в золото и серебро Потому что если обрушат пирамиду доллара, то пострадают американцы Они рассчитываются долларами Сейчас предполагается вывести золото и серебро Во всем мире Вятку тоже я приоткрою тайну завес И Герман решил ввести золотой эталон в том числе на вятке Но как при вступлении в ВТО предшествует длительный период подготовки У нас сейчас период, когда мы золотым эталоном считаем золотые руки, золотое сердце То есть все уже происходит Я уж подумал, что тот замечательный хлеб, который Герман нам обещал, можно будет купить только за золото Вообще в чем, на ваш взгляд, основные проблемы экономики России сейчас? То, что 90% населения страны бездельничают То есть невозможно 10% прокормить 90% Ну, знаете, как один мужик двух генералов прокормил Вот двух прокормить можно, а 90% нельзя А у нас подавляющее большинство живет в мегаполисах и ничего не делает Не производит, вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, не делает буквально Потому что умственный труд тоже труд Но когда одни работники умственного труда, то назвать это трудом нельзя Это безделие всеобщее Их должно быть в 100 раз меньше И тогда это будет у них труд То есть человек должен производить физически ощущаемый продукт? Конечно, ну вот когда журналистов, допустим, там Тысяча журналистов на 100 тысяч населения Тогда это бездельники А когда это 5 журналистов на 100 тысяч населения Тогда это труженики Ну, чтобы понятно было Возвращаясь к вопросу о стране, которая может экспортировать нефть Вообще, на ваш взгляд, какой правильный механизм распределения природной ренты От тех ресурсов, богатств, которыми обладает страна? Ну, это, во-первых, не богатство А приговор для нас Нефть и газ и другие, так называемые, полезные ископаемые Потому что они для нас не полезные, а вредные Они убивают всякую мотивацию Развития всех других видов хозяйствования Потому что если есть получение денег Постоянно текущие трубы нефти и газа То зачем нужно сельское хозяйство? Зачем нужна какая-то промышленная? Зачем вообще всё это нужно? Это только лишние расходы для денег с нефтью и газа И поэтому идут деньги на то, чтобы подкармливать вот эту вот никому не нужную оставшуюся часть населения Которая к трубе не имеет отношения Чтобы она сильно не бухтела Чтобы хоть генномодифицированное дерьмо, но жрала И больше ничего не надо И поэтому ничего не надо, когда есть труба с нефтью и газом Это для нас приговор Как и для любой страны приговор Вот если представить, что на территории страны Которая славится своим производством, рукоделием Там талантами, ремесел и так далее Вдруг находится огромный источник золота То всё вокруг умирает Ничего не надо Вот то же самое у нас с нефтью и газом То есть мы убили всё своё хозяйство Мы убили все свои умения Мы убили трудолюбие целых поколений За счёт того, что качаем из недр нефть и газ И, кстати говоря, подписываем тем самым ещё и приговор Лишаемся пресной воды Потому что каждый литр и каждая тонна нефти и газа Это потерянный литр и тонна пресной воды Потому что в те бездны, откуда это выкачивается Навсегда уходит из оборота пресная вода И по докладу депутата Фокина В Государственной Думе недавнего Остался пригодный для питья на евразийской части России 1% питьевой воды У нас почти нет шанса выжить И мы всё с упорством фанатика Продолжаем добывать нефть и газ И продавать её куда-то за это драное зелёное бабло Сколько нам осталось? После чего его пилим усиленно и делим власть То есть дебилы Сколько осталось, бог весть Может уже нисколько не осталось Но пока ещё сколько-то осталось, пока мы живы Надо остановить эту вакханалию научно-технического прогресса И прийти в себя Прекратить разрушать то, что вы называете окружающей средой Мы оставляем своих детей без шанса выжить Оставляем только бабло какое-то дурацкое Не оставляя ни воды, ни пищи, ничего вообще Правильно ли я понимаю, что мы говорим с вами не только о периоде Новейшей истории России, последних 20 годах Но и о предшествующих Безусловно, безусловно Советское проклятое время и царское проклятое время Разгул, начало колдовства Начиная с Ломоносова, Менделеева и прочих колдунов Они себя колдунами называли Вон переписка Менделеева или переписка Теслы Они подписывают столько Колдун Менделеев, колдун Тесла Это мы их сейчас учёными называем Это колдуны проклятые Их по священному писанию надо сжечь на кострах Потому что они уничтожают всё вообще вокруг Всё, что создал Бог для жизни человека Они лишают нас шанса выжить Это системное уничтожение человечества Научно-технический прогресс Это имели право, может быть Не понимают наши бабушки и дедушки бестолковые Которые думали, что наука это всегда благо Но мы-то сейчас знаем, что наука это часто зло У нас-то перед глазами фукусимы Мексиканские заливы, ядерные взрывы и так далее Целые страны уже погибшие Такие, как Япония Герман, я правильно понимаю, что вы предлагаете вернуться К достаточно такому натуральному Введению натурального хозяйства Ну конечно, я сам так живу Я сравнил жизнь на Рублёвке И у меня очень хорошая жизнь была по вашим меркам И жизнь с крестьянским хозяйством Конечно, это не жизнь на Рублёвке Вот крестьянским хозяйством это нормальная, богатая Материальная жизнь Это овцы свои Продукты свои Овощи свои Лошадки свои Детки здоровые Вода чистая из колодцев Воздух чистый Птички поют Листва шумит Красота А вы как живёте здесь, в этих городах поганых? Причём, ладно, вам там миллионы платили Там просто перекатываетесь из месяца в месяц с трудом Ради чего? Герман, давайте спросим второго нашего гостя Багир, ну как вы живёте? В городе живёте? Да, конечно, безусловно Я нахожу везде золотую середину И в данном случае, если говорить о научно-техническом прогрессе Он может как приносить пользу, так и приносить огромный вред Это как скальпель в руках хирурга или убийца Вот для меня важна именно золотая середина Поскольку я определяю промежуточные этапы развития И понимаю, что сегодня лишиться, так сказать, бензина, предположим, никто не может Лишиться каких-то источников энергии Нужно разработать другие Нужен полноценный план, достаточно такой фундаментальный У меня он есть И я предлагаю вам подключиться к его реализации И к его разработке Для того, чтобы подправить те ошибки, которые я допустил в этом плане В чём основные его тезисы? Основные тезисы этого плана заключаются в следующем Во-первых, необходимо в данном случае усилиями президента Российской Федерации Будущего президента Путина Владимира Владимировича Который будет очередной главой двадцатки по должности Потому что Россия будет возглавлять двадцатку по очереди в следующий раз Выходить с инициативой создания Международного экологического трибунала Звучит пророчеством Международный экологический трибунал не должен быть новым гринписом Он должен быть действенной структурой Он должен иметь свои вооружённые силы, свой контингент Законодательство, которое подтверждает его право В том числе на смертную казнь для экологических террористов И необходимые структуры национальные Но в национальном масштабе решить экологические проблемы невозможно Потому что проклятая наука уже стёрла все границы по загаживанию окружающей среды И поэтому это можно делать только в межгосударственном масштабе Только в глобальном масштабе Нам вообще в режиме глобализма нужно не стирание национальных различий А глобальная борьба за сохранение окружающей среды Вот это такой глобализм Есть вокруг чего объединиться, согласен Вы уверены, что вот этот экологический трибунал международный, созданный той властью Которая сейчас, собственно говоря, осуществляет механизмы О которых мы говорили по распределению мировых богатств Он будет функционировать Слушайте, ну а чем вот эта власть же Она состоит из живых людей Которые учились в таких же школах Неважно в Америке или в России В институтах и так далее Это такие же заблудшие люди, которые очень хорошо думали о науке Они ошиблись Надо приходить в себя Надо делать работу над ошибками Надо делать несколько шагов назад от края пропасти Куда мы мчимся на поезде буквально Надо дергать стоп-кран Это всем надо спасаться Это не только нужно там люмпин-пролетариату Это также выжить надо Путину и Обаме Саркази и Мерке Всем надо выжить У них есть дети и внуки Нас губит проклятая наука Проклятые колдуны и ученые Нам нужно четко это понимать Не бизнесмены, не политики Это всего лишь инструменты в руках науки Которые выполняют то, что они придумали А это как злые дяди, которые дают смертельно опасные в игрушке В руки неразумным детям Вот нам нужно всем детям неразумным собраться И остановить этот беспредел Для этого нужны, извините, действенные структуры А для того, чтобы снизить количество потребления нефти и газа Нам нужно расселять мегаполисы Потому что главный потребитель электроэнергии И вообще энергии Это мегаполисы Потому что даже те предприятия, которые работают вне мегаполисов Допустим, алюминиевые или целлюлозно-бумажные и так далее Они обслуживают мегаполисы вагонами, трубами и так далее И поэтому расселение мегаполисов Это, с одной стороны, прекращение выкачивания нефти и газа В мировом масштабе А во-вторых, создание возможности производства экологически чистых продуктов Потому что их нельзя произвести агрохолдингами Агрохолдинги могут производить только отраву Как и колхозы советские Потому что там, где тысячи коров, там только химия, гормоны и всё прочее Должно быть много хозяйств, где ручками доится молоко Излишки продаются И тогда люди во всей Европе будут у нас и на Украине закупать экологически чистую продукцию А мы будем демонстрировать всячески Что мы закрываем, да, мы самые, казалось бы, нужные предприятия Лишь бы экология у нас была чистая Для того, чтобы продукты питания поставлять чистые в Европу И они будут у нас в продовольственной зависимости Не в сырьевой, а в продовольственной Экономика, как наука, нужна нам? Или всё просто в натуральное хозяйство и в бартерное отношение ведём? Если мы увидели за последние десятилетия, что за счёт мощной экономики, агрохолдингов, производств Мы не можем производить настоящую продукцию, а можем производить только отраву для наших детей То нахрена оно нам надо? Нахрена козе баян? Хорошо Нам нужно производить настоящую продукцию Мы же не враги своим детям Чего нам их травить? Это программа «Пять слов», у микрофона Андрей Усенко И у меня в студии сегодня в гостях Герман Стерлигов и Багир Шарифов Вернёмся к разговору после короткой рекламы Возвращаемся в студию, в эфире программа «Пять слов» Веду я, Андрей Усенко, мои сегодняшние гости Герман Стерлигов и Багир Шарифов Вернусь к теме нашей программы, которую я озвучил в самом начале А именно, на пути к нормальной жизни На самом деле, это подзаголовок к одному из разделов вашего сайта, Герман А сам раздел называется «Энциклопедия моих ошибок» У меня впервые, честно скажу, встретилась такая формулировка На персональном сайте человека Я с большим интересом с ней ознакомился Ожидал, честно скажу, более глобальных признаний каких-то Она встретила в основном житейские ситуации Которые, между тем, оказались интересны и полезны Вот про заготовку дров зимой знал А вот про овечий помёд, извините, право слова Не догадывался, что нельзя вместе стоять И всё-таки хочу задать этот вопрос Что вы относите к своим ошибкам в бизнесе? В течение своей жизни, да? И что к полезным открытиям? Вот чем-то можете поделиться? Что не надо делать, а что надо? Могу поделиться ошибками в целевых установках То есть у меня целевая установка в бизнесе была деньги Это оказалось ошибкой Во-первых, деньги оказалось, что обесцениваются Во-вторых, быстро очень тратятся Вообще такая виртуальная достаточно субстанция Надо в бизнесе ставить целевую главную задачу Это будущее детей Если есть дети Если нет детей, не знаю То есть если есть дети, то нужно реально заботиться Об их здоровье, об их будущем О том, что им оставить реально в качестве хозяйства какого-то Не виртуального, а реального Которое всяко нужно им не только для того, чтобы они пропитались А для того, чтобы они выросли нормальными людьми И занимались нормальным трудом Потому что без этого они превратятся в свиней, которым просто есть что пожрать Ну, в частности, вот как раз ту геномодифицированную продукцию Которую мы договорились больше не говорить И поэтому тогда, когда целевые установки ложные Получается, что порожняки гоняешь Годами занимаешься не тем, что надо Я угробил много времени на то, что достигал ложных целей Миллионов долларов Потом попытки создания политических организаций и так далее Все оказалось порожняком То есть, это оказались ложные цели Нужно ставить задачи для себя и для того коллектива, который тебя окружает Которые адекватно необходимы для будущего твоих детей Ну, в частности, экология Не является ли это неким ограничивающим фактором? Нет, это ни в коем случае Ни в коем случае Во-первых, четкая цель это всегда Ну, как ограничить фактор Четкая цель это всегда максимально прямая линия Для ее достижения Ну, по крайней мере, желательно так И поэтому это, конечно, ограничивает всякие там метания С стороны в сторону Это благо, а не минус Это очень хорошо Горизонтально, да Я имею в виду, не является ли это вертикально ограничивающим фактором То есть, ну, вот обеспечил минимальный набор своих детей И больше уже ничего в жизни не надо добиваться Ну, вы знаете, когда излишество обеспечиваешь Тогда, как правило, как раз губишь окружающую среду Ведь мы на чем попали в засаду? На излишествах То есть, нам все нужно больше, 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 больше Даешь больше, даешь больше Это девиз всех экономик стран мира А даешь больше, это приводит к уничтожению природы Отследовать нашему самоуничтожению Нам не нужно этот девиз Это как раз ложная цель У всех экономик стоит цель, там, 3-4-6% роста в год Конечно, то есть, рост, рост, рост А нам нужно, наоборот, уменьшение для нормальной жизни для наших детей Нам, наоборот, нужно минус 6%, минус 6%, минус 6% Там ли, ремарочку Убирать излишества Убирать испорченные водные ресурсы, чтобы их не портить Убирать лишние предприятия Убирать то, что необходимо жить Зачем нам 40 видов горных лыж? Зачем у нас 50 видов, там, не 50, вернее, 500 видов женских трусов? Да это не нужно Это надо закрывать Нет, трусы пусть будут Это пожирает электроэнергию ради каких-то дурацких развлечений Это, следовательно, пожирает нефть, газ, пресную воду и так далее Ну, я, извините, так коротко говорю, но смысл понятен Нам нужно снижать потребление Не наращивать его, а снижать Аплодисменты, согласен При этом Пагир, спрошу, пересели на велосипед? Ну, зачем на велосипед? Идиоты тут пересаживаются Я просил Если бы спросили, пересел ли на лошадь, вот это было бы круто У меня молодцы А на велосипед, ну что, представляете, там педали крутить Олигофреном надо быть, не по-мужицки Маленькая ремарочка по поводу ВВП 7, 8, 9, 10 процентов, наверное, неплохо Но после 15 мы начинаем съедать себя Это факт, согласитесь По поводу детей Здесь благо не бывает В этом смысле не бывает ограниченное количество Вы говорите, вот ты, так сказать, создал все для своей семьи, ребенка И вроде бы все, да, ограничивает рост А кто наши дети? Кто наша среда, в которой он живет? Для меня важно создать благоприятную среду для всех, кто окружает меня и моих близких Поскольку они так или иначе отражаются на ней В силу своих знаний, достатка, голода, холода и так далее То есть, я думаю, что здесь источник не прекращается Он может лишь только расширяться все дальше и дальше И при изменении образа жизни, городского на крестьянский Снижается резко потребление всего, что не нужно Потому что все, что нужно, есть под ногами Песок, трава, вода, все под твоими ногами Ничего не надо, ниоткуда возить не надо То есть, снижается потребление просто на много-много порядков Прежде всего, потребление энергоресурсов Надо менять наш образ жизни С бездельного на трудовой, с городского на крестьянский В этом выход Это надо делать не только в России, во всем мире Потому что тренд набивания мегаполисов в огромные муравейники Это тренд всего мира за последние сто лет Надо менять психологию людей тогда Психологию, пока мы будем менять, у нас планета погибнет Хорошо, ну а что, массовое переселение? Я вам расскажу, конечно, конечно Конечно, как заселяли прелия американские и так далее Это отлично, интересно, особенно для молодежи Красота Индейцы есть настоящие Там огненная вода Винтовки Но у нас-то всех в Сибирь получается Нет, в Сибири это будет не наше Про Сибирь вы забудьте Сибирь мы проехали, другая тема У нас про центральную Россию речь идет Там вот Киров еще останется в рамках России Да, я знаю, вы предлагали продать от Урала до... Я предлагал продать вместо того, чтобы отдать бесплатно Пока мы это отдаем бесплатно, то есть идет ассимиляция и заселение другими народами Это будет усиливаться процессом Ну, прежде всего, Китаем Вот, поэтому это бесплатно мы теряем А надо продать, пока мы можем еще продать Но это другая тема А сейчас нам нужно позаботиться вот о том, чтобы мы смогли жить дальше А для этого надо расселять мегаполисы Другого выхода нет Кризис 2-3 года назад, общемировой, известный Вы, используя слово, пытались им воспользоваться Создав антикризисный расчетно-товарный центр Предложив некий механизм действия в тех условиях, которые сложились Это был бизнес-проект? Нет, конечно Я же вам говорю, что это был проект предотвращения ядерных локальных конфликтов Потому что у меня пятеро детей А чем закончится локальный конфликт? Я сейчас говорю про антикризисный расчетный центр И я про него, конечно Это создавалось для того, чтобы предложить альтернативу ядерным конфликтам То есть введение золота То есть мы создавали механизм, чтобы убедить руководителей стран И руководителей финансовых структур крупнейших То есть ваша резервная расчетная система и расчетно-товарный центр были взаимосвязаны Правильно я понимаю? Это одно и то же Это одно и то же Да, это синоним Просто в разных источниках встречаются два названия И по сути Там еще международная резервная расчетная система Это все одно и то же Это все разные просто юридические лица, но это одно и то же Ну вот расчетно-товарный центр предлагал, насколько я помню, предприятиям Возможность прямого бартерного расчета Не прямого, а через золото Через золото, конечно Почему, на ваш взгляд, или вы считаете проект удавшимся? Потому что страны стали выходить в золото И ядерные конфликты отменили На три года это уж как минимум Их не произошло Обратите внимание За три года не произошло локальных ядерных конфликтов Которые планировались на 2009 год Это как бы известная штука Между Ираном и Израилем, в частности Это все нагнеталось, нагнеталось, нагнеталось Конечно, удалось Слава Богу И даже если оставить в покое ядерные конфликты Что было бы, если бы не было бы Там и так далее Бог весть Но золото-то водится в Штатах, в Швейцарии, в Китае Вот в России в рамках таможенного союза Об этом речь идет То есть это воспринято А вспомните, как крутили пальцем у виска Все умники наши с дипломами Говорили, да что вы слушаете этого овцевода? Сейчас 21 век Какой золото? Это больной псих А смотрите-ка А теперь, как заявил Зелик об этом О, сразу это стала умная вещь Как президент Всемирного банка сказал Годик назад Хорошо Это как я читал в Деловом Петербурге Как берут интервью у Задорного в ВТБ-24 Говорят, слушайте, а вот Стерлигов говорит Насчет там введения золотого стандарта И целесообразности Он говорит, да неприлично даже обсуждать Что говорят безграмотные люди А следующий вопрос задает ему корреспондент Слушайте, а вот Роберт Зелик тоже самое говорит Ну это совсем другое дело Это очень интересная идея и так далее И снова здравствуйте На полном серьезе Хорошо, что вы скажете вообще в целом Про валютную ситуацию на валютных рынках Про евро Про возможность появления альтернативы доллару С точки зрения Я все-таки достаточно скептически отношусь В краткосрочной перспективе К замене полной там международных И внутренациональных расчетов На золотой стандарт Понятно, что пока это будут все-таки собственные валюты Но ситуация с балансом этих валют На мировом рынке Что вы прогнозируете? Андрей, я вам скажу, что это будет в ближайшее время Золотой стандарт То есть в Штатах, в Швейцарии Это сейчас вводится Это сейчас пойдет цепной реакцией по странам Чем хуже будет ситуация с евро и долларом Тем более будет ускоряться эти действия Потому что они рады бы делать это медленно Но ситуация ускоряет Потому что это расползается как лоскутное одеяло Вся эта пирамидка Вернее две пирамидки, но с одними хозяевами Что нам делать в этом случае? Ну то, что... Как готовить? Всячески поддерживать Владимира Владимировича Путина Он создает сейчас в рамках Евразийского союза Таможенный союз С новой валютой, которая сейчас вырабатывается Идут переговоры Это и есть выход дистанцирования от обрушения доллара и евро То есть он старается обезопасить нас с вами С точки зрения финансового коллапса Конечно То, что делает сейчас Обама Выводя Америку В золотой серебряный стандарт То же самое делает Путин в Евразийском союзе То есть те, кто останутся в бумажных деньгах Пострадают максимально Поэтому, чем больше успехов у Путина Тем хуже для целого ряда стран И поэтому Путин сейчас не устраивает Поэтому происходит попытка по сути его свержения Ну что ж, не будем вдаваться в предвыборную риторику Ну я-то вне политики У меня тоже не дифферентная предвыборная риторика Я в выборах вообще не участвую никогда Ну, однако же Президентская гонка уже началась Попросить Германа передать Владимиру Владимировичу Чтобы он иногда опускал взор туда, так сказать На своих рабов Потому что хуже бедности, видимо, второе рабство Герман, у вас есть механизмы выхода на Владимира Владимировича? Нет, Владимир Владимирович живет на одной планете А я на другой Мы с ним никак не пересекаемся Я думаю, он услышал с той планеты Я буду рад, если Владимир Владимирович слушает нас сейчас Возможно, он получит какие-то полезные информации Но я могу сказать, Владимир Владимирович очень интересуется древними письменностями Он очень образованный человек Он бывает в доме Пашкова, в хранилищах Он смотрит древние рукописи Он, в отличие от большого количества людей, которые владеют деньгами Он стремится к знаниям И это, в общем, в любом случае, конечно, вдохновляет Потому что у него есть шанс Как у любого человека есть шанс спастись, обратиться к Богу Прекратить бриться и совершить подвиги во имя всего человечества Во имя Господа, конечно Иисуса Христа Слава Ему вовеки А пусть еще к справедливости и милосердию стремится Отлично Герман, я снова пытаюсь вернуться к теме своей программы Наши власти недавно заявили о том, что Москва должна стать международным финансовым центром Наравне с остальными Вот, учитывая вашу позицию в отношении выхода в золото и в целом вообще ситуации на валютном рынке Мне кажется, что вы должны негативно к этому относиться Нет, Волошин солидарен с точки зрения, который возглавляет международный финансовый центр в Москве Для чего он нужен, Павел, на важном? Вот именно для того, чтобы обеспечить Евразийский союз новым типом финансовых расчетов, независимым от доллара и евро Чтобы им не были зависимы экономиками Да, и создать прецедент для целого ряда стран, которые смогут присоединиться к этому союзу от Болгарии до Армении И это отличный план И я от всего сердца желаю успехов и Волошину, и господину Путину Золото, я вам скажу, ненаглядные мои Багир, каким будет ваш следующий бизнес? Нет, минуточку, золота в продаже нет, чтобы вы знали в мире А то, что у нас там сообщают каждый день цену золота, это вообще такой бред Потому что купить золото невозможно, его нет в продаже Не существует, поэтому цена на золото это вообще ерунда полнейшая Можно купить ложку золотую там или подсвечник какой-нибудь Золото в промышленном масштабе купить нельзя, его не продает никто Потому что все ждут обрушения бумажных денег Никто не продает Ну, то есть его просто нет на рынке Ну, конечно нет, и быть не может, потому что ни один псих сейчас золото продавать не будет Андрей, отвечу на ваш вопрос Поэтому цена золота, которая декларируется, это просто чушь Это просто такая реклама того, что у золота есть цена в бумажных деньгах И все, то есть задуривание мозгов населения Да, Багир Отвечу на ваш вопрос, мой следующий бизнес уже продвигается Самый лучший бизнес создавать доверие, это важно Мне кажется, это дороже, так сказать, золота И вот закончу фразу предыдущую, мне все равно, какое имя будет у моего президента Хотя есть, собственно, предпочтение Мне важно, чтобы он обладал справедливостью, милосердием Ну, помимо, так сказать, тех всех достоинств, которые он безусловно Я могу сказать, я не апологет Путина, но Путин как раз пример вообще политического милосердия У нас вообще нет политзаключенных Представляете, страна, где нет политзаключенных Это да, а Ходорковский Ну вот два на всю страну, но это, считай, нет Только исключение, которое подтверждает правила Ну где таких найдешь вообще? У нас самая свободная страна в мире Те, кто жил в Нью-Йорке, знают, о чем я говорю Тут я с вами абсолютно согласен Мы должны что-то и сдувать с Владимиром Владимировичем Мы живем как свободные люди, а не как индейцы там закабаленные Мы только не умеем этой свободой пользоваться Конечно, совершенно справедливо Герман, спрошу коротко, попрошу тезисно ответить Что общего между началом 90-х и нынешним временем? Что разного? Безбожие одинаковое, примерно Разное, то есть люди разделились на богатых и бедных На очень богатых и на очень бедных И это влечет за собой взаимные обиды Это может влечь за собой всякие неприятности Ну, такие бытово-социального плана И появилось еще очень большое отличие, колоссальное У нас совсем уже страна превратилась в Вавилон Чего не было в начале 90-х То есть мы в начале 90-х не знали таких преступных диаспор, как афганцы, допустим Мы не слышали про преступных диаспор, таких как таджики То есть это была вообще экзотика А сейчас это мощнейшие боевые бригады И это, конечно, повлияет сильно на нашу жизнь Что надо делать, чтобы жить лучше? Разъезжаться из коммунальных квартир к себе домой То есть создавать маленькую страну, Россию с одним языком, с одной верой Отказываться от колоний, которые понахапали за последние 300 лет Давать независимость Татарии, Чечне, Ингушетии и так далее Те территории, которые лишние, которые совсем наши колонии, которые были малонаселенные, те продавать И людей эвакуировать, тех, которые в состоянии еще рожать и жить нормально, ну кроме наркоманов и пьяниц Их можно оставлять и нагрузку покупателям Эвакуировать в центральную Россию И создавать максимально льготные условия для нормального человеческого образа жизни Освобождать от всяких даний и поборов Даровать землю безвозмездно Убирать банки из системы вообще хозяйствования Потому что там, где банки, там смерть любого хозяйствования Давать технику, стройматериалы для того, чтобы люди строились безвозмездно Но без права продажи И создавать нормальную жизнь в стране И становиться продовольственным придатком Европы Не сырьевым придатком, а продовольственным И, конечно, трубы разворачивать в сторону Китая Чтобы через нас не шла поставка нефти и газа Через центральную Россию Ну что ж, это был очень интересный разговор Мне было действительно крайне интересно услышать ваше мнение Спасибо, товарищ Мнение человека, который побывал в разных апостасях Попробовал разные занятия в жизни Было действительно очень интересно Мы рады видеть вас в городе Мы будем очень рады попробовать тот замечательный хлеб О котором вы разговаривали Не только последнюю буханку Но если и действительно откроется эта замечательная печь Искренне благодарю вас за сегодняшний разговор Это была программа «Пять слов» Моими собеседниками в студии были Герман Стерлигов и Багир Шариф Вела программу Андрей Усенко До свидания До свидания